Уважаемые коллеги, за прошлую неделю обстановка у нас в республике заметно улучшилась. Я хочу вас всех поблагодарить за это, потому что именно вашими трудами, вот этими безвыходными, что мы работаем, по 7 дней в неделю и по 24 часа в сутки. Это я просто сейчас хочу сказать вам за это большое спасибо. В 9 раз у нас увеличился охват тестирования, в 4 030 мы поднялись до этого уровня, еще недавно казалось это невозможным. 12 числа, значительно сократилось количество летальных исходов. Последнюю неделю число заболевших в сутки не превышает 100 человек, вы помните были времена пожестче. Сегодня нет дефицита лекарственных средств, что очень важно, препаратов, оборудование, кстати, тоже очень важно. Это позволило нам возобновить в полном объеме плановую медицинскую помощь по всем направлениям. Это очень важно. В результате тех карантинных мероприятий, которые были проведены Роспотребнадзором, в первую очередь, нами всем вместе, удалось добиться вот этих результатов. Очень важно, что ту работу, которую проводили главы, налоговая наша служба, полиция, другие правоохранительные, контрольные, надзорные, фискальные органы, ведомства, общественные органы, и, конечно же, парламент. Мы смогли с вами создать бюджет, который в этих условиях позволил нам выделить, и каждый раз, обращаясь к парламенту, мы находили полное понимание и поддержку, средства на борьбу с коллегами. Фонд через вечер ситуации. Ну, скажу вам так, что за это время из республиканского бюджета было выделено миллиард восемьсот восемьдесят пять миллионов рублей. Все это делается по согласованию и под парламентским контролем. Это очень важно. Особое внимание было уделено мобилизацией системы здравоохранения, подготовке медицинских кадров. И это остается важнейшим вопросом. Прошу, Артем Алексеевич, Джабаладин Олегович, Анатолий Шамсудинович, сейчас под особый вопрос, под особый контроль возьмите подготовку медицинских кадров, подготовку, переподготовку, обучение. Артем Алексеевич, только что вы с вами обсуждали вопрос, как использовать присутствие здесь процента, других специалистов, не только в консультациях и лечениях, а возможно и в хотя бы встрече с нашими студентами, проходящими подготовку специалистов. Это, конечно же, бесценный опыт. Давайте тоже подумаем, как это сделать. Согласен. Далее, коллеги. Мы строим, спасибо большое президенту, три у нас в республике инфекционных центров, отделения. Они войдут в строй прямо вот по дням уже. Мы должны их обеспечить, каждые где-то 150 медицинских работников. Вдумайтесь, 3 на 150 считать все умеют. Их нужно подготовить. Нам любезно предложила Минобороны возможность, чтобы наши врачи, которые будут там работать, съездили, посмотрели, как уже работают аналогичные отделения в других регионах, в чем там плюсы, что получается, что не получается. Понимаете, о чем я говорю? Прошу вас об этом. Теперь, Рошаль, который получил вот сейчас высокое звание Героя труда, так вот он прислал нам списки врачей, которых я прошу, посмотрите для возможного приглашение к нам на работу. Они проводили тоже конкурс среди врачей, что очень важно. Давайте посмотрим. И Джамалай Гаринч, Анатолий Шинсудинович, посмотрите, пожалуйста, как будут назначаться на эти 3 отделения инфекционных руководители. Подумайте над механизмом такого вот конкурса. Продумайте, чтобы это было понятно, кого, почему и для чего назначают на эти современнейшие центры, современнейшие центры, которые должны помочь нашей республике более эффективно бороться с инфекционными заболеваниями. В том числе есть легочные, которые для нас являются угрозой номер один. И ранее являлись тоже. Вот с этим надо серьезно системно бороться. И эта возможность у нас теперь появляется. Наши медики проявили героизм, самоотдачу, самопожертвенность. И, конечно, мы их поддерживали, будем поддерживать, и те средства, о которых я говорил тому, свидетельствуют. Прошу, Дж. Владимир Владимирович, внести предложение по награждению. Анатолий Судин, что же самое, поддержите, поучаствуйте. В преддверии дня медицинского работника, правительственными наградами, государственными наградами, пожалуйста. Также прошу поручить проработать вопрос о примировании работников аппарата Минздрав, которые работали в условиях сопоставимых с фронтовой. Уважаемые коллеги, уважаемые учащиеся, встречаем. По состоянию на 13 июня 2020 года в Республике Кистан зарегистрировано 6463 случаев заболеваний, в том числе 96 за последний суток. Превышение интенсивных показаний отмечается на 14 территориях. Тем природом за последние сутки – 1,5%. Темп природ на предыдущей неделе был 2,3%, на текущей неделе снизился до 0,6%. Отмечались стабилизаторы и снижение темпа природной изобретательности практически на всей территории Республики, за исключением ряда территорий. Я дам них скажу дополнительно. Не регистрировались случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией уже на 5 территориях. Это Актынский район, Бишкинский, Кулинский, Русульский, Тсмолинск. Учитывая то, что в целом по Республике достигнут показания для выхода на первый этап снятия ограничений, учитывая то, что показатель распространения инфекционного процесса на сегодня уже не единица, а 0,9%, то, что мы достигли показателя охвата лабораторными исследованиями 118, чтобы поговорить уже даже о второй этапе, учитывая, что коечный фонд у нас свободен на 50,3%, считаю необходимым проанализировать динамику эпидемической ситуации и предлагаю принять решение об отмене ниже указанных ограничительных мероприятий, введенных на территорию Республики Дагестан, указанной главой Республики Дагестан. Первое. На работу объектов розничной торговли, непродовольственными товарами, площадью торгового зала до 400 метров, при наличии отдельного наружного входа в объект торговли и при соблюдении санитарно-противогенических мероприятий, масочного режима, дезинфекционного режима и социального дистанцирования. Второе. На предоставление по дорогам коммунальных услуг, работу салонов красоты без заказания косметологических услуг, солярия, парикмахерских на родное рабочее место, в том числе маникюра и педикюра. Третье. На работу праздничных и кемчистых при условии соблюдения санитарно-противогенических мероприятий, масочного режима, дезинфекционного режима и социального дистанцирования. На работу отремьера. На работу в административном, при соблюдении санитарно-противогенических мероприятий, дезинфекционного режима и социального дистанцирования. В связи с переходом на первый этап снятия ограничительных мероприятий в условиях педагогического распространения COVID-19 становится возможным прогулки на улице, в парках и скверах не более двух человек вместе при условии соблюдения масочного режима социального спонсирования, исключения и посещения мест массового пребывания людей, занятия физкультурным и спортом на открытом воздухе и открытых стадионах. При условии совместных занятий не более двух человек и расстояние между занимающихся не менее 5 метров. Обращаю внимание, что введение таких мероприятий, снять ограничение по таким мероприятиям может носить в случае ухудшения и временный порядок. Поэтому обращаю внимание прежде всего тех территорий, которые я назвал, очень серьезным образом соблюдать все мероприятия, прописанные в методической рекомендациях. И постоянно находиться на контакте с главными санитарными врачами территории, с главными санитарными врачами, с главными врачами районных и городских больниц для того, чтобы в свое время оценивать ситуацию и принимать смеры в поведение ограниченных мероприятий. И теперь, Николай Николаевич, я так понимаю, что с 15-го числа мы приступаем к снятию первого этапа ограничения. Да, мы благодарим. Коллеги, я обращаюсь к вам. Есть возражения? Никто не возражает, может кому-то надо задержать, вы считаете нужно. Если возникнут вопросы, звоните, говорите, потому что Николай Николаевич очень правильно подметил, что принимая общее решение, мы готовы реагировать на ваше обращение и на изменение ситуации. Я правильно понимаю, Николай Николаевич? Да, да, я обращаюсь. Коллеги, вот на это обратите внимание. Вы назвали до 400 метров торговые точки, в центре, наверное, не назвать, но магазины. А если торговый центр многоэтажный, мы можем первые этажи этих торговых центров, у них есть тоже отдельный вход, подвести к первому этапу? Потому что это очень важно, и у бизнеса будут такие вопросы. Да, я считаю, что это возможно, но можно ограничить территорию и площадь данного объекта. Исключить тогда возможность расширения его. То есть объект, который в площади 800-1000 метров может работать, на площади 400 метров, учитывая тот момент, что моноторговля и отдельный вход. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в связи с имеющейся хорошей положительной динамикой по стабилизации и пневмологической ситуации, проводится работа по поэтапному восстановлению крови для деятельности дополнительно развернутых дней в инфекционных ходах медицинских организаций республики. На сегодняшнее четвертое число для оказания медицинской помощи больниц и больничных пневмонии COVID-19 развернутых 16415 ходов. После проведения всех девицинских мероприятий две медицинские организации республиканского уровня приступили к выполнению своих профильных задач. В течение недели нами планируется еще 10 медицинских организаций перепропроводирование коек для перехода в штабный режим работы. Я просто некоторые данные хотел привести, чтобы понимать, насколько важен первый этап, что это действительно начало очень большого пути. У нас статистика до 400 не ведет, до 300 ведет квадратных метров. Чтобы было понятно, они все попадут. Это свыше, это около 12 тысяч, 11 700 объектов, которые стоят на учете, вот Росстат говорит об этом. А на втором этапе открывается 151 объект, если мы до этого этапа доходим, это до 800 квадратных метров. И уже лишь потом свыше 800, это третий этап, 45 объектов. То есть основная подавляющая масса, это первый этап. И нам, конечно, надо понимать в течение 7 дней, что будет происходить, во-первых, и готовиться, максимально готовиться с большими центрами, другими субъектами ко второму этапу. Сразу с первого же дня открыться первый этап. Это очень важный момент. И то, что сейчас Николай Николаевич сказал, я попрошу тоже главу муниципальных образований на это обратить внимание. И крупные предприятия торговли имеют право открываться при соблюдении, то есть первые этажи, отдельный вход. Чтобы правильная работа была с бизнесом проведена. Коллеги, я о чем хочу попросить, прислушайтесь, подумайте, 12 тысяч объектов у вас должно заработать, коллеги. Поэтому, Артем Алексеевич, прошу вас через министерство ежедневно контроль, сколько вводят строки. И через налогу, и кто встал на учет, и как пошли налоги. Мы сейчас можем в каких-то ситуациях вообще не собирать налоги. Мы можем это делать. Мы помогаем бизнесу. Помогаем из федерального бюджета, из нашего бюджета. И мы будем это делать. Но, мои дорогие друзья, коллеги и соратники, нам сейчас нужно все зафиксировать в правовом поле. Помните, с чем мы столкнулись? Мы не могли людям помочь, потому что их нет у нас юридически. Их нет. Помните, самозанятые эти проблемы. Вот сейчас мы должны всех легализовать. Мы сейчас запретили проверки и правили кассовые там вообще до конца года. И так и будет. Никому не лезть туда без души. Только помогаем. А если идти туда с чем-то, бывает всякое, берите с собой представителей ваших правозащитников бизнеса, общественной организации. Чтобы никого даже тени не было, что там что-то нечестно. Наоборот, только помогаем. Создавать условия. Чтобы они заработали, начали кормить, обувать, одевать и поддерживать налоговую нашу составляющую. А значит строить дороги, водопроводы и все остальное. Мы в прошлом году неплохо начали с вами. И вы это почувствовали. У нас есть большие обязательства. Нам надо их выполнить в этом году.